Здравствуйте, друзья! Что ж, осталось 30-40 дней до финального дедлайна по принятию решения о запуске спотового биткоин-ИТФа. Комиссия по ценным бумагам и биржам США отложила решение по заявке от Франклина на запуск биткоин-ИТФа 29 ноября 2023 года. И это очень странно, потому что срок принятия решения по этой заявке был 1 января 2024. СЕК слишком рано начала исследовать его заявку, как будто бы спешит куда-то. Предполагают, что они сделали это раньше, чтобы период рассмотрения и уточнения закончился до 10 января. 2 декабря комиссия должна была опубликовать в федеральном реестре всю информацию о том, почему они отложили решение по Франклин биткоин-ИТФу. Таким образом, они окончательно перенесли все решения до 10 января 2024 года, тогда, когда наступает окончательный дедлайн для Арк Инвест. Еще раз, это последняя дата для того, чтобы СЕК приняла решение по запуску спотового биткоин-ИТФа для Арк Инвест. Больше переносить некуда. Скотт Джонсон у себя в Твиттере опубликовал интересные документы, говоря, что теперь это официально. И в документах мы видим дату 5 января 2024 года. Таким образом, СЕК оставляет себе официальное окно с 5 по 10 января. Это означает, что решение будет опубликовано с 8 по 10. И нам советуют поставить напоминание в календарь на эти даты. Позитивное решение может иметь масштабное влияние на биткоин. Да, в день решения мы можем увидеть даже просадку, если сработает правило «покупай на слухах, продавай на новостях». Но на долгосрочной дистанции, разумеется, еще один инструмент, открывающий биткоин для крупных денег, это всегда хорошо. СЕК уже встречается со многими подающими заявки на запуск спотового биткоин-ИТФа, включая Grayscale. Предметом разговора в основном являются вопросы подающих о том, что и как им нужно сделать, чтобы комиссия одобрила их заявки. Работа кипит. И сложно представить, что после всего сделанного СЕК возьмет и откажет всем заявкам. Но если она это сделает, мы можем увидеть большую коррекцию на рынке. Но даже если комиссия и откажет, это не ставит крест на идею запуска спотового биткоин-ИТФа. В конце концов, он будет запущен. Так что если с 5 по 10 января мы увидим отказ для Arkinvest, за которым последует просадка биткоина, я считаю, что это будет масштабная возможность для того, чтобы его купить. Но я думаю, что у одобрения заявки больше шансов, чем у отказа. Этот человек достаточно точный инсайдер, на которого многие ссылаются. Он говорит, что встречи СЕК с подающими заявки на спотовый биткоин-ИТФ были очень объемными. Также он дает шанс в 99%, что одобрят сразу же все заявки. Однако Grayscale при этом сделает все, чтобы стать первой компанией, которая запустит спотовый биткоин-ИТФ в США. Им и сделать это проще, потому что у них уже есть биткоин-траст. К тому же складывается впечатление, что СЕК встречается с ними чаще всех остальных. А главный юрис-консульт Grayscale говорит, что одобрение их заявки на трансформацию биткоин-траста в биткоин-ИТФ – это всего лишь вопрос времени. Они настолько в этом уверены, что даже добавили на сайт раздел, посвященный вопросу, а что означает конвертация Grayscale биткоин-траста в ИТФ, как будто готовя своих клиентов к изменениям. Скидка на Grayscale биткоин сокращается и уже достигла 8,7% от стоимости биткоина на рынке. Мы очень близки к паритету после того, как в январе 2023 скидка достигала почти 50%. Это говорит о том, что множество институционалов покупают GBTC в ожидании ИТФ. Спрос уменьшает скидку и спрос такой, что даже продажи ARK Invest, о которых стало известно недавно, практически никак на это не повлияли. Если мы посмотрим график поближе, то мы увидим небольшую просадку вот здесь, но после нее мы сразу же начали восстанавливаться. Это также означает, что больше не будет такого преимущества в покупке GBTC, так как скидка все меньше и скоро, вероятно, достигнет 0%. Вместо этого все больше институционалов будут покупать сам биткоин. Есть еще один парень, который постоянно покупает. Это Майкл Сейлор. Он купил еще 16 130 биткоинов по средней цене 36 785 долларов. Теперь микростратегия держит 174 530 биткоинов, средняя стоимость покупки которых составила 30 252 доллара. Я думаю, что Сейлор войдет в историю как легенда. Он накопил столько биткоинов. Когда биткоин падал до 20 и даже 16 тысяч долларов, столько хейта и негатива лилось на Сейлора и микростратегию, ты даже не представляешь. Вот статья, например, от августа 2022 года. Майкл Сейлор поставил миллиарды на биткоин и проиграл. Четыре месяца спустя нереализованная прибыль Майкла Сейлора в биткоине достигла 1,6 миллиарда долларов. Так кто же смеется последним? Нереализованная означает, что он не продал биткоин и не зафиксировал профит. Он уверен, что спустя 5-10 лет биткоин подымет его и его компанию еще выше. И другие компании, которые будут смотреть на этот позитивный пример, тоже смогут задуматься о вложениях в биткоин. У микростратегии практически 7 миллиардов долларов в биткоине. Они уже приближаются к тому, чтобы контролировать 1% всего предложения биткоина. У ближайшего конкурента всего лишь 0,06%, а у остальных еще меньше. Кто-то скажет, что у микростратегии очень много биткоинов и это опасно. А я скажу, пусть покупает. Главное, чтобы ты не продавал ему свои биткоины. Если у него появится шанс, он заберет любой биткоин, какой только сможет. Просто не продавай ему свои монеты, чтобы ему пришлось покупать их за 100 тысяч, 200 тысяч и даже за миллион долларов. Если никто не будет продавать, это именно то, что случится. Вчера мы как раз об этом и говорили. Все больше людей предпочитает держать биткоины и все меньше предпочитают продавать. Джером Пауэлл вчера заявил, что ФРС США сейчас не нужно торопиться. Мы и так получаем то, чего мы хотели получить. Иными словами, ФРС говорит, что им нравится то, что они видят. А это означает, что вероятность возвращения к количественному смягчению становится еще выше. Печать денег, понижение ставок, все это будет в будущем. И это снова запустит активы в небеса. Мы уже видели это в прошлом. Как можно продавать биткоин в таких условиях? В таких обстоятельствах? Я понимаю, если мы продаем ту часть биткоина, которую мы используем, чтобы шортить или лонговать. Но свою спотовую позицию трогать совсем не хочется. Сегодня я опубликовал видео про банки, в которых мы задели тему рынка Репо. Если не видел, ссылку на него оставлю в описании. И в продолжении темы Репо, на этом графике мы видим, что рынок Репо стремительно теряет деньги. Куда они деваются? Возможно, на поддержку бондов, государственных облигаций? Если мы посмотрим на доходность бондов двухлетних, десятилетних, неважно. Они все падают. Что это значит? Это значит, что люди выводят свои деньги оттуда и переводят их в акции и криптовалюту. Если тренд продолжится, то криптовалюте будет хорошо. Знаешь, все так подозрительно хорошо смотрится. Даже не верится, что здесь не будет какого-нибудь подвоха. Лично я его ожидаю. Три недели назад я сказал, что больше не покупаю биткоин. Не потому, что не верю в его рост. Нет. А потому, что моя зона накопления закончилась. Моя зона накопления была ниже 200-недельной средней скользящей. Это исторически лучшее время для покупки биткоина. На бычьем рынке мы уже фиксируем прибыли. Но точками покупки биткоина на бычьем рынке для меня будут большие коррекции. 25, 40, 50%. Поэтому, если сейчас все настолько хорошо, если SEC не одобрит заявку от ARK Invest, и мы увидим огромную просадку на биткоине, я обрадуюсь. Если коррекции не будет и продолжится рост, если SEC одобрит заявку от ARK Invest, и тем более, если она примет все заявки за один раз, и биткоин полетит вверх, я тоже обрадуюсь. Поэтому для меня здесь нет проигрышной ситуации. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся совсем скоро в новых видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!